Как выглядит на тонком плане леший, это поросший мхом, дедушка с бородой. Сталкивались ли вы с русалками или прочими представителями славянского сказочного фольклора? Иван, там кого, только на тонком плане нет, но спешу тебе напомнить, что леший и русалка – это просто форма. То есть, например, у нас на физическом плане есть такие существа, как пауки, и многие их боятся. Я вот по себе знаю, не то что их боюсь, но я не буду бежать к паукам, хватать их на руки, целовать их, моя пуся, и заводить их в качестве домашнего животного. Для меня это такие существа, ну вот они есть, я есть, хорошо, и я лучше где-то обойду их стороной. Я смотрела с детства страшных фильмов про Машеньку, русалочку, там ещё про кого-то, в общем, видела всяких разных существ. Помните, наверное, свои фильмы из детства. И паук – это форма. Внутри живое существо у него, вот с такими характеристиками. Но, например, представьте себе развитое существо, которое живёт в определённом диапазоне, очень-очень высоко. И вот ему надо спуститься в мир физических энергий, они грубые для него. И вот там есть такие скафандры, например, в виде паука, в которые это существо может войти, закрыть скафандр. И вот в этом скафандре оно может материализоваться в физическом мире или в мире, приближенном к физическому, так скажем. И вот если вы такое существо встретите в своей медитации или во сне, то вам может показаться, что это демон или какое-то страшное существо, которое хочет с вами что-то сделать. Это не всегда так. Это может быть развитое существо в этом скафандре, делающее свою работу. Поэтому, Вань, я постаралась углубить твоё знание о сказочных существах. Кого там только нет, смотря на какой план попадёшь и в какой план у тебя есть доступ. Самые фантастические миры, которые ты можешь только предположить, все у Бога уже давно созданы, существуют, развиваются и процветают. Субтитры создавал DimaTorzok